Здравствуйте, дорогие друзья! Завершается наша неделя, завершаются недельные главы в Айке Лепхудей, завершается книга Шмот, и мы с вами подходим к Шабату. И знаете, вот я, позавчера мы были в Газе, мы кормили солдат, я ставил об этом репортаж, очень много. Все люди говорят о том, что времена тревожные, но других не бывает, я просматриваю 10 лет назад, 20 лет назад, все время катастрофы, все время думать о том, что смятения все остались позади, человечество поумнело, наоборот, есть большие основания сомневаться в этом. Но наш религиозный долг требует осознать, что Всевышний нас не оставит, в этом суть оптимизма, что он все равно изменит все к лучшему, что на него можно положиться, потому что положиться больше ни на кого, нет ничего больше, на что можно положиться. Вот наши предки так делали, вопреки всякой этой логике, здравой, не здравой, они именно полагались на него. Мудрецы, правда, говорят, что это очень тяжелый труд полагаться на Бога, но они все же добавляли, думай хорошо и будет хорошо. Это не какие-то слепые оптимисты, это люди, которые понимали вообще все, что можно было понимать. А нам самим надо понять одно сейчас, оптимизм не стимулятор бодрости, это понимание внутренней сущности и логики событий, и что нет никаких могущественных сил, кроме Творца, тут это может понять до конца, у него всегда есть оптимизм. Обратите внимание, люди всегда верят, истукана легко перепутать со святыми, поэтому нам рассказывается о мешкане достаточно подробно. Весь путь человечества, он усеян развалинами истуканов, феодальный строй, потом рабоводельский, капитализм, наконец, Америка, Советский Союз, я знаю что, Цахау, все, пусть они все та же хорошие, пусть они правильные, но это все равно истукан, пока если ты не полагаешься на Бога, а полагаешься на него. И нам надо, если не построить храм, если не построить храм в душе своей, святое место пусто не будет, займет другой золотой телес какой-то, человек начнет все равно чему-то поклоняться. Мудрецы говорят совсем другое, они говорят, поверните, люди, короткострелочные, вот эти 120 лет, нет времени на обиды, на ненависть, нет времени на плохое настроение даже. И обратите внимание, вот путь к идеальному результату, вот тому, которому все идет человечество, он включает в себя, конечно же, и падение, тяжелые неприятные ситуации, и жизненные проблемы. Так случается с каждым. Падение, грусти, там всякие тяжести на сердце, там нужно понять, как использовать это падение, говорят люди, чтобы с новыми силами справиться с ситуацией. Но иудаизм говорит другое, несмотря на то, что общее мнение, что падение это что-то отрицательное, чего не должно было случиться, но если уже случилось, надо сделать из этого какой-то вывод, иудаизм говорит другое, мудрецы говорят другое. Все запланировано заранее. Всевышний определил, что порядок будет таким, сначала падение, тяжелые ситуации, чтобы с их помощью достичь радости и большего света, когда раскроется все и придет Машея. Да, это так и есть, можно говорить что угодно, так и есть. Не существует плохих ситуаций, есть четкое направление. Не существует неудач, просто в чистом виде. Это дорога, ведущая к добру, потому что написано все проблемы, это что-то или в той жизни на королесе, или в этой. Поэтому падение существует только для того, чтобы обеспечить последующий подъем. Но это не все. Более высокая мудрость. Это сама часть подъема. Любая проблема, это часть будущих побед. Раби Нахман что говорил? Что самое главное прекратить депресснякиться. Уныние это обида на Всевышнего, не исполняющего волю человека. Вот что сказано. И вообще написано в кабаре, что желание жаловаться это очень распространенный недостаток. Главное выражение неверия. И написано в кабаре из зонтья. Больше всего пробуждается обвинение, приговоры наверху. Это видели мы по разведчикам, по греху разведчиков. И поэтому напрасное вот это вот, особенно когда все в порядке, начинаешь на всякий случай нервничать, это очень плохо на небе рассматривается. Сказали мудрецы, сначала радуйся, а затем найдешь причину. Вот это правильный путь. Если кто-то не может и не знает, я раскрою секрет, который говорили габболисты. Попробуйте сделать улыбку на лице и продержите три минуты. Увидите, как резко все поменяется. Нам предстоит сейчас особенная суббота. Особенная потому, что на этой неделе мы заканчиваем книгу шмот. И вся синагога, все вместе кричат хазак, хазак, ве, низко, агак. То есть, будь крепок, крепок и укрепимся. То есть, надо быть крепким в том, что происходит. Надо верить в сердце, что Бог лучше нас знает, как быть. А укрепиться, укрепиться в надежде. Потому что надежда это то, чем мы жили и живем. Брахава, Слаха, Шаббат, Шалом. Всего самого лучшего.